Я расскажу немножко о себе, все начиналось довольно-таки банально. Я хотел быть футболистом, а родители мне отговорили. И в 9 классе я понял, что я хочу этим, действительно хочу этим заниматься. Я решил пойти в кулинарное училище, закончил его с красным дипломом. Потом пошел в институт, он меня разочаровал. И первая моя работа была, это японский шеф-повар, международная сеть. Тогда, наверное, после Макдональдса, это первый ресторан, Бенихана, который был, 75 ресторанов еще было по всему миру. У меня первый шеф был японец, который очень скрупулезно все рассказывал. Мне так сошлись, наверное, звезды. Я был таким человеком дотошным. И мы ездили. Он сказал, есть японский... Тогда не было интернета, не было книг. Он говорит, что есть вот библиотека при японском посольстве. Мы ходили туда, выписывали рецепты, что-то пробовали. Ну и так, потом пришли итальянцы. Я попал в Италию, потом москвичи открывали Бенихану в Москве. Компания Росэнтер. Так я перебрался туда, потом вернулся в Киев. Это был первый Декаданс, потом был Набу, потом был Оки-бар, потом были Три Вилки, потом была Одесса. И так я докатился до своего каркаса. Сейчас работаю еще поваром Одессы. Три дня я там и три дня у себя. Ну вот, в принципе, все. Что могу сказать за себя? Тоже карьеру начал повар. Наверное, осознанно уже закончила мореходная, высшая командная. Но больше всего она пошла в первый рейс. Я понял так, что тянула больше кухни, чем на вахту. И поэтому я решил, что надо идти и заняться своим любимым делом. Хотя мне хотели в детстве уже нарядить, отдать, наверное, уже в училище. Но когда я понимал, что в училище, это было стыдно. Когда в училище учатся, все ребята в институте. Ты понимаешь, что ты не такой, как все. И начинал с 12 лет, с 11 лет. Я уже брал сам дома, сам уже начинал готовить. Я понимал, что это кухня моя. И без кухни я не смогу. И у меня сейчас вот сын подрос. 22, 23 года ему будет через пару дней. И я понял, что только сейчас я ему дал возможность зайти на кухню. Не 16, не 18 лет. Я бы хотел, чтобы он осознанно сам зашел. Я вот у него сейчас день рождения. Я говорю, что ты хочешь? Я говорю, я тебе куплю кроссовки классные, либо нож хорошего. Он говорит, конечно, кроссовки. То есть он еще не до конца. То есть я должен брать и ножа, допустим, конечно. Хороший нож это вообще, ну, признак, да. Но у него сейчас немножко другие ценности. Поэтому я сейчас смотрю на него. Сейчас он у меня работает 6 через 1 по 13 часов. Я его жду, когда он стастся. Ну, тем не менее, работает и все хорошо. Ему это нравится. Я, помимо этого, еще успеваю вечером приходить, смотреть, читать книги, которые я ему даю. И то он сейчас только начал читать. До этого он не читал. Вот. Поэтому это вот как раз и проверяется в том, чтобы стать шеф-поваром. То есть есть люди-повара, которые приходят с утра до вечера на работу, с работы, и они так и остаются поварами. Вот. А есть люди-шефы, которые хотят развиваться, хотят учиться, куда-то ехать учиться, как-то отучаться, собирать свои деньги, наверное, отправляться. Потому что никто никому ничего не оплатит. Надо самому шевелиться, самому, наверное, зарабатывать. И, ну, как-то подходить к тому, что ты хочешь от жизни получить, куда ты хочешь расти, что ты хочешь добиться. Я сейчас всем шеф-поварам говорю, не надо стремиться ехать куда-то в Польшу, уезжать в Европу, жить, работать. У нас работы здесь хватает. Только учитесь, занимайтесь, развивайтесь, стремитесь, проситесь на стажировки, в любые рестораны, изучайте язык, покупайте книги. Я не знаю, первое мое обучение было, это, наверное, книги. Книги, наверное, когда ты покупаешь, я помню, все свои первые книги. И по сей день мне книги все дают. И высылают, и дарят, и дают просто почитать. Это нормальное явление, когда даже шеф-повара между собой чем-то делятся. Я был в Одессе, зашел в М1, там, Ксения Амбра есть такая шеф-повар. На кухню повела меня, книгу, говорит, Саня, тебе будет интересно, дала мне книгу по 6 месяцев, очень классно. Вот, поэтому это нормальное явление, когда между собой все делятся какими-то знаниями, какими-то, наверное, наработанные рецептами. Больше, наверное, это, скорее всего, знания, которые и делают шеф-повара более профессиональными. Что я могу сказать по поводу шеф-поваров? Как их взять, где их взять, воспитывать, не воспитывать. Но я считаю, что шеф-повар – это как партнер в бизнесе, которого нужно находить, с которым нужно открывать, делать что-то интересное и вместе заниматься. Это должен быть в первую очередь друг, товарищ, партнер. А уже в последнюю очередь, наверное, как-то, наверное, уже какие-то там рабочие моменты, как бизнес. На работе мы, допустим, занимаемся бизнесом, а после работы мы, наверное, уже дружить и общаться. Саша, пожалуйста, но стали ли шеф-повара новыми рок-звездами? И является ли профессия шеф-повара не только на страницах блогов американской, а и украинской действительности новой популярной профессии, что это круто быть шеф-поваром и все девочки трои? Ну, на самом деле, здоровья надо много, чтобы от шеф-повара. Да, вообще поварам надо здоровья очень много иметь. Реально так просто ты чувствуешь по себе, что все круто, классно, но когда ты что-то новое открываешь, я, допустим, перестаю бегать. Так я бегаю по утрам, а я перестаю бегать, потому что сил не хватает до вечера, потому что целый день мало спишь и в большей степени, то есть для девочек как-то и здоровья не хватает, уже не остается, по большому счету, дай бог, чтобы хватило на жену и так далее. Но это, на самом деле, не смешно, на самом деле, круто в душе то, что тебе начинают доверять. Вот тебе не делаешь то, что хотят, а тебе начинают доверять то, что ты хочешь делать. И вот самая главная причина заключается в том, что наверное, ты занимаешься тем делом, без которого жить не можешь. Вот это, наверное, самое остальное. И здесь, когда у тебя второстепенно становятся уже деньги, не остановится на второе место, а, наверное, какой-то рабочий, эти моменты, без которых ты не можешь, эта команда, вот эта вот полностью вся атмосфера на кухне, эти ребята, которые ты приходишь с ними общаешься, их же надо удержать, потому что они вырастают, те же самые сушевые вырастают, и они реально понимают, что они хотят зарабатывать хорошие бабки, и они хотят уйти, и они должны чувствовать дух команды, что они еще учатся, 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 к чему-то стремятся, и вот это именно постоянно заражает, и ты постоянно с ними находишься, после работы, 12 часов ночи, ты сидишь с ними пиво пьешь, ну я пиво не пью, вино, я открываю вино, сидишь с ними вино пью, но тем не менее, я понимаю, что это нужно, мне с ними нужно влиться, понимать, чем они живут, у кого-то болеет мама, они понимают, она все полностью живет, именно в этой команде, чтобы понимать, вот это и есть шеф, то есть шеф не тот, который там сделал, созидал блюдо, и говорит, ну как делайте по его рецептуре, нет, ни в коем случае, я даю возможность поварам самим реализовываться, говорит, сделайте, а потом аккуратно намекаю, что это не так, а можно вот так, и так, и по концовке получается, что мы сделали его вместе, но тем не менее, я даю возможность им самим это развязаться, чтобы они начинали учиться, к этому приходить, то есть есть много ребят, которых поваров учатся, они говорят, я работал с разными поварами, да, но говорят, мне вроде с ними не интересно, они не учат, они просто говорят, вот делай так, так и так, все, а тут сам подход должен быть к людям, они должны, ты должен удержать около себя этих людей, потому что они хотят учиться, развиваться, они в тебе видят результат конечный, спасибо, Саша. Юра, старый поклонник в сайте, много сообщений в фейсбуке, как можно встретиться с шефом, это по поводу популярности, ответь, пожалуйста. В одном раз, наверное, все знают, что я однолюб, у меня есть две самые главные женщины в моей жизни, это жена и дочка, я все время между ними выбираю, кто из них углавляет, потому что они со временем вернут, кому я больше уделяю времени. На самом деле, изначально, ну, на самом деле я всегда достаточно был открыт к общению с гостями, и, наверное, мне это помогало еще в других проектах, в которых я участвовал, поэтому недавно написала одна поста, что приходишь к приемскому, а там сидит знаменитый певец, знаменитый тот, хотя вроде бы сам ресторан не сильно к этому располагает. Но так вот у нас было в пятницу, то есть пришел арестратор, был удивлен, потому что я такой как бы по залу бегаю, вот сидит знаменитый архитектор, здрасте, вот здесь сидит главный риэлтор всего, Верхнего Шевченковского района, здрасте, вот здесь сидит еще кто-то, и кто-то, ну, на самом деле это зависит от формата, наверное, когда, ну, у меня в одессе на самом деле то же самое, потому что многих гостей я знаю, они меня, ты проходишь, они тебя дергают за форму там шеф-шефа, когда будет сэ, ты говоришь, сейчас-сейчас я подумаю, решу, поэтому, наверное, когда люди, знаете, тебе начинают доверять, ты становишься знаменитым, тогда начинают звать куда-то на арестопрактики, еще что-то, и тебе это стих. Вопрос был, становится ли профессия более популярной у молодежи? Нет. Нет? Нет. Мое мнение нет. Я не знаю, сейчас мы выслушаем моего коллегу по этому вопросу, я считаю, что нет. Я считаю, что пик этой профессии был с 2004 по 2008 год, отвечу очень коротко и быстро, тогда любой человек, у которого не было каких-то возможностей, да, там, пойти куда-то учиться выше, там, на юриста, адвоката и так далее, и там он подшел, он шел на повара, отрабатывал два года и становился молодым шефом, в него вроде бы вкидывали, вкладывали в этот, и тогда было много поваров. Сейчас, я считаю, что, первое, их нет, потому что города-спутники пооткрывали свои рестораны, и народ не едет работать в Киеве, если про Киев. Киевские шефы, кто мог, те уехали, потому что заработная плата минимальная. И вообще, как бы, ну, все больше, хочется, требуется поварок коммерции, потому что, в первую очередь, это коммерческие результаты. Поэтому, наверное, проще пойти в IT, ну, то, что я, там, как бы, наблюдаю, или в какие-то другие сферы, потому что это проще, там, в офис с 6 до 8, или там, с 8 до 6, или парковать мобильные телефоны, потому что зарплата такая же. Очень оптимистично, Саша. Да, ну, правдиво, спасибо. Ну, сумасшедших людей мало, поэтому, естественно, эти сумасшедшие люди, они и становятся потом поварами. То есть, так просто, нам, модно все, я пошел туда работать. Да, они приходят, обычно, там, приходит очень много девочек, да, я смотрю по ней, там, смотришь, вроде симпатичная, все, класс, там, она кит-електора одела, говорит, все, я сейчас буду, закончила школу, хочу работать. То есть, побывала, значит, она побывала, говорит, все, нет, хватит, я уже устану. То есть, мода закончилась, на этом закончилась. Она думала, наверное, один торт сделается, похлопает, она выйдет в зал, и она идет. Ну, то есть, она увидела реалити, совсем другие. То есть, модно, когда они недопонимают. Они думают, что это классно, модно, круто. Ну, на самом деле, да, я полностью соглашусь, что это не модно, я бы не сказал, что это модно, это просто есть возможность зарабатывать, как-то расти, но это надо пахать. У нас, ну, увы, никто не хочет работать физически, однозначно, очень мало людей. Я последний раз ездил в Одессе, проходила подмира. Там выступали между собой шеф-повара, повара, там, конкурс был, да, и парень один выиграл, очень такой хороший парень, талантливый, с ним общался, молодой. Ну, такие вещи интересные делал, техники такие прикольные у него были. Вот, он своеобразный, как бы, молодой, ну, такой вот, ну, алмаз такой, да, его там еще гранит и гранит, но сам факт в том, что я с ним общаюсь, он там теплится, он где-то какие-то помидоры, он где-то их выращивает, то есть, ну, в них есть будущее, вот в этих людях, если его где-то не загубят, не поломают через триброта, и он останется... Через Цезарь. А? Через Цезарь. Через Цезарь, да. И он начнет, естественно, потом что-то видеть для себя, какие-то новые, какие-то новые, 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 новые рост, и он будет развиваться, да. Ну, в первую очередь, надо язык. У нас начнут повара развиваться, если будут чаще кататься по практикам, потому что где-то стажироваться, чему-то учиться, но это за границей, это надо язык. Ну, мы понимаем, реально, таких людей очень мало. Расскажите, пожалуйста, где вы лично учились, и насколько это помогло, то есть, деньги стоили того или нет. Ну, моя первая школа была, это Италия, и все, это самое любимое, это я попал, просто я хотел приехать, я любитель вообще итальянской кухни, но мне так в жизни пошло, что мясная, она мне зацепилась, кухня, что мясо, 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 но я и не против. Я на кухню могу поставить один хоспер, и все, и мне больше ничего не надо, и пара конвентомат не нужна, мне вообще ничего не нужно, то есть, я могу одним хоспером все и закоптить, и гарниры сделать, ну, то есть, мне нравится гриль, мне нравится мясо, вот, и хлеб сделаю, по большому счету, хосперик. Но дело не в этом, дело в том, что я любитель Италии, я пришел учиться в Италию, осознанно уже, первым, как это был, я продал машину, 20 тысяч у меня было, и я за эти 20 тысяч поехал, мне не хватило, я занимал, и так вот учился, учился, там, в долгие влез, вот, но уже осознанно, я уже женатый был, то есть, я знал, что зачем я еду, куда я еду, как я еду, вот, и тем не менее, я понял, наверное, через полгода на занятиях, только тогда я понял, насколько итальянцы любят свою еду, да, то есть, ну, у нас это очень далеко, когда мы только начнем так любить свою еду, тогда у нас будет хороший результат, но я увидел, как шеф после 12 часов мы преподавали, готовили, и он начинал выкладывать блюда, и я видел просто по нему, я смотрю, а он выкладывает, он не просто, он просто планирует, смотри, но, вот, это создавалось, вот, человек молится, да, вот, вот, каждое выкладывание, каждое, он настолько делает это профессионально, настолько с любовью, то есть, это нужно сделать сразу, но когда 12 часов запарить, и это делаешь регулярно, то есть, это просто меня произвело, наверное, большее впечатление, и я до себя понял, как нужно относиться к этому, да, то есть, меня это зацепило, реально, мне это зацепило, для меня это стало, лучшие мои шефы, которые были для меня преподаватели, они для меня достучались именно культура, достучались для меня любовь к своей родине, да, они, как в кавычках, у нас сейчас родину любят, а сами идут, там, лобстеров едят, то есть, у нас локально, ну, это уже другая тема, да, но у нас совсем по-другому, да, или как флаг на мясокомбинате висит украинский, а сами мясо на Россию хатают, то есть, ну, в большей степени, было такое, сейчас уже подзакончилось, но это все прошли, но там именно любят, каждый свой регион любят, ты приезжаешь в один ресторан на практику, они торгуют именно таким рисом, в Вероне, хотя они понимают, что другой рис намного лучше, но они настолько его любят, они будут рассказывать, что на крес лучше, то есть, они каждый регион и по-своему интересны, и вот там я понял эту любовь, понял любовь к своей кухне, любовь к своему народу, то есть, любовь вообще полностью к стране, да, и от этого я полностью оттолкнулся, потом у меня было, я ездил в Зимин, да, в Москву, очень хороший повар, да, я был в Рагу ездил, тоже интересно, общался, тоже у меня было обучение после этого, но оно было после Италии, конечно, не настолько, оно было такое более французским, более авторским, мне это у Зимина, да, ну, был такой, ну, и все остальное, это были такие краткие поездки, наверное, куда-то, но самое основное, это ИФСЭ, потом второй курс у меня ИФСЭ был, я уже договорился с директором, говорю, нам надо более профессиональный курс, и я, в принципе, организовал более профессиональный для русскоговорящих, у нас был день на месяц обучения, и каждый день преподавал шеф-повар Мишленовского ресторана, он где-то 5-6 плюс о своем заведении, он и полностью рассказывал, где-то это было в течение месяца, мы проходили было очень много, при поддержке президента ассоциации шеф-поваров Италии, то есть я понял, когда президент ассоциации вышел, ко мне начали мы общаться, он на первом занятии 5 блюд сделал в аккуматоре, я понял, ну, насколько мы еще отстаем, он на рациональной книге пишет, то есть человек, да, он говорит, я сейчас нигде не учу, нигде не преподаю, то есть реально, он говорит, я на это все просто-напросто, нет времени, и мне уже 60 лет, я понимаю, что очень много, очень мало знаю о еде, и у меня очень много книг, я хочу просто читать, то есть люди вот настолько любят. Спасибо, Юра. Но на самом деле я все расскажу проще, ну, как я говорил, что где я за границей работал, там на самом деле я учился, книги, дам вам такой совет, как я сформировался как шеф, мы открывали ресторан, и понятно, что мы прорабатывали меню, его утвердили, открылись, пошли гости, и понятно, что кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится, и мы начали очень быстро это все менять, потому что вы, наверное, все понимаете, да, что в ресторанном бизнесе важно, кто первый, кто быстрее, кто сильнее. И вот я приносил ему блюдо, и он никогда не, это был собственник, и он никогда не критиковал, наверное, мне просто повезло, он говорил, Юра, а он был таким гурманом, он говорил, там, Юра, сюда добавь чесночка, отсюда добавь тимьянчика, отсюда возьми там креветочную специю, потому что он много путешествовал, а потом в какой-то день он мне сказал, слушай, кухня, это твоя лаборатория, вот все, что хочешь, сам и делай. И я, мне вот как-то это, прошло эта фраза через меня, я себе поставил такую цель, я каждый день придумывал одно блюдо на протяжении 365 дней. Я настолько наработал свои какие-то рецепторы, вкусы, сочетания, что потом мне не надо было прорабатывать, я уже писал на бумаге блюдо, ну, что-то делал, если я в чем-то сомневался, и потом уже получался. Вот для меня, наверное, самая хорошая школа, это была такая, если вы находите молодого человека, которому нравится эта профессия, вот дайте ему свободу. Вот у вас, ну, вот я считаю, что если возьмем любое меню, значит, у вас должно быть там 60, 70, пусть так будет, 80% коммерции, 10 понтов, я имею в виду, лобстер все равно будут есть, к сожалению. И 10, дайте творчество своему шефу, ну, дайте хотя бы 10, отравите у себя от сердца, дайте 10% творчества, и вы посмотрите, как человек должен зажить. Ну, я, по крайней мере, верю в эту еще профессию, пока живой. Спасибо большое. Здесь часто звучал вопрос, ну, смотрите, а зачем вы учите, если я не завтра, вот ты его научил, он говорит спасибо, и ушел. Уедал в Казахстан, уедал в Польшу, или в Шапитофу. Зачем есть, если мы все равно убрем, да? Зачем пить и спать, если завтра сразу перебежим в другой ресторан? Он это все равно реализует у вас. Раз, и второе, то есть, я же говорю, то есть, пробуйте просто больше разговаривать. Вот, я, например, понял, что каждый сотрудник, который ко мне приходит на собеседование, я у него провожу первое собеседование, и второе после отработанного дня, стажировки, я сажусь и с ним разговариваю в два раза больше. Что понравилось, что не понравилось. И тут же сразу видно потенциал человека, хочет он вообще работать. Видно по потенциалу молодого человека, хочет он быть вообще в этой профессии, то есть, ты его берешь и начинаешь потихонечку развивать, возить, давать бромы, давать книги и так далее, и тому подобное. Ну, иначе у нас просто не будет будущего. Ну, это мое субъективное мнение. Ну, во-первых, что я хочу сказать. Проблема в том, что, приходя на любую кухню, ты понимаешь, что 20% из поваров, кто-то очень хорошо, мы сейчас разговариваем сегодня про себя, который имеет вкус. По большому счету, 80% они не понимают, где нужно посолить, где нужно просто автоматом работать, это все. То есть, он не понимает, он по вкусу не понимает, что нужно. Но самое главное, если мы видим, что есть человек, у которого есть вкус, есть желание, есть стремление, конечно, нужно в него вкладывать деньги, нужно с ним понимать, что с него можно делать партнера, объяснять, с ним надо общаться, его надо воспитывать, и тогда мы можем увидеть, конечно, результат очень хороший. Ну, уйдет он, ну, уйдет, ну, ну, что теперь? Ну, мы же тоже вкладываем в какие-то рестораны, в проекты, которые, может быть неуспешные, где аренда съедает, те же деньги, которые могли ему вкладывать, но это все, это понятно, это бизнес. Это как, ну, в жизни мы понимаем, человек достоин, недостоин, будет он с тобой, не будет он с тобой. Так же, как я, допустим, поваров тоже пытаюсь удержать хороших поваров. И я реально знаю, что сейчас он готовит, я знаю, что все хорошо. На следующей смене ему не будет, я буду знать, что это уже проблема. Хотя я ему полностью доверяю. Есть люди, которые, у меня непосредственно приходят, ребята, которые получали намного больше, они приходят опять возвращаться ко мне. Они работали со мной, с ушефом, он ушел, ты сам видел, да, сколько ребят там были, черниговских приезжают. Они получали хорошо уже там, но они возвращаются, потому что они хотят чем-то подпитаться, что-то для себя нового видеть, какие-то техники, какие-то знания. Они, то есть, по-любому, они идут, идут, чувствуют, когда они сами по себе вырастут, это придет то время, они потом дальше начнут уже сами, и по-любому, надо с ними общаться, по-любому, нужно вкладывать в них деньги, это разнозначно, без этого никак, это бизнес, ты для себя выращиваешь. Спасибо. Можно я скажу, подожди, я бы хотел задать вопрос залу, пусть поднимут руки. Насколько, кто из вас, поднимите руку, может ответить за шефом, что он знает цель и светлое будущее своего, как бы ресторан. Поднимите руки, и вопрос заключается в том, что вот если на месте вас сидел сейчас, например, шеф, я спросил, цель вашего заведения и какое-то заведение будет через 3 года, вот он может это ответить? Представьте, что вы на его месте. Вот вообще, цель вашего бизнеса знает ваш шеф, а вы, то есть поднимите руки, кто знает. Ну так, все остальные застесняются, они, да, ты тут в этом. На самом деле, мы очень, почему я говорю, что нужно разговаривать, на самом деле, мы иногда что-то себе придумаем, что-то себе выдумываем, а люди даже об этом не знают, которые у вас работают на кухне шефами, и вы не все время требуете, то стейки, то рыбное меню, не, все, завтра меняем на одесскую тему, не, завтра готовим химкар, послезавтра готовим еще что-то. Он не знает, он как маркетанская лодка. Поэтому вот, иногда нужно поговорить и сформировать цель на месяц, на полгода, на год, и показать этому человеку, какие у него будут перспективы. Еще хорошо ты сказал, обычно, знаешь, когда поварам привозят картинки, с хорошей целью, это нормально. Я хочу вот это вот, хорошо хоть курс какой-то, вектор дают, обычно картинки еще приводят. Вот я отдыхал, мы были, он никогда не отдыхал, ни день его. Так вот это, как здесь. С стены не выходя. Он кроме соль, перец, специй других не нюхал, то есть он не понимает, что они там показывают, ему тогда сделают. Потом, это естественно, это совсем не, мы идем не туда, то есть, ну, надо подриться, кто наш гость, я понял, что это должно быть, вот, я сейчас скажу, потом покажу. На самом деле, я понял лично для себя, как, потому что я сейчас немножко занимаюсь и кухней, и как бы, там, немножко ресторан. Так я вот понял, что это вот, какая-то такая синэнергия. Это как-то вот так. То есть, если кто-то из вас начнет расти, кто-то опускаться, то, как минимум, этот человек уйдет. То есть, без разницы вы, если вы как ресторатор вырастите, вы будете ездить, путешествовать, смотреть, ваши рецепторы будут развиваться, будете мега понимать во вкусе, а ваш повар будет так же сидеть в четырех стенах, ну, ничего не получится, вы его уволите, потому что вы не будете требовать, он не будет знать. Это всегда должно быть, вот, где-то наравне. Чуть выше, чуть выше, чуть вырос он, чуть выросли вы. Но тогда вы будете тянуться, и ваш бизнес будет точно так же тянуться. Ну, это мое лично-субъективное мнение. Друзья, давайте вопросы задавать нашим дорогим шефам. Есть у вас вопросы? Где на... Лучше на пицце. Да, у меня тоже очень хочется на пицце. Где искать шефа? Где вас искать? Я или на Краснояберской 114, или на Златовской 16, или на Малой Житомирской 20. Больше у меня не видно. В Дермундском треугольник. Ну, на самом деле, я считаю, что искать, ну, на самом деле, шефа много. Я, честно сказать, искал повара, и открыл работу ЮА, по-моему, такой сайт, и там было, наверное, страниц 20. И вот там было, если честно, я вот поставил фильтр, и там оказалось, что только один листок, это были повара. Все остальные, 19 листов, в среднем, там, по 10 резюме на риске, это были все шеф-повара. 18 лет, 19 лет, они есть. Просто вам их нужно огранить, поставить какие-то цели, задачи, и вот сейчас еще. Вы вопрос, давайте. Скажите, пожалуйста, вы поговорили, у нас нет школ, нет времени, и учителей, и так далее. У вас, у вас нет идеи о строительстве, у меня на школу, и все-таки у вас сегодня? Притом, у него свои, у меня свои. Шикарно, я не знаю, что вы понимаете, что это сейчас веку? Ну, на самом деле, у меня как бы есть план, сейчас, есть в планах то, что можно было бы открыть школу, но обычно школу открывают для домохозяек, они больше денег выносят, поэтому хотелось бы, конечно, открыть школу для студентов, чтобы было более студентов, чтобы там было заражено, то есть, творчеством, заражено шефством, я, допустим, до сих пор приезжаю в свою школу в Италию, они со мной днями поздоровались, на равных общаются, на следующий день они со мной даже не здороваются, то есть, ну, вообще не здороваются, игнорируют, и больше всех еще гоняют, и оценки занижают, то есть, не дают расслабляться, на самом деле, хотелось бы, чтобы такой дух школы был, чтобы ты чувствовал, что я, когда, помню, первый раз увидел первокурсники в Италии, заходит шефер, начинает их тянуть, там, кацца, рогаца, и погнат, кто-то понимает, по-италянски понял, да, и он начинает их так тянуть, и рассчитывая, что случилось, что они, бог, как он в пароле, да нет, но они должны уже скоро выпускаться, или они должны понимать, что на руки должны быть жарко, то есть, это хорошо, что я их не бил, то есть, это нормально, ну, это так образно, да, поэтому у них, это, вот такой должен быть дух, не просто, да, деньги оплатил, да, не пришел, два раза отчислили, то есть, но еще самое главное, что ты школу можешь сделать, и хотелось бы, конечно, чтобы эта школа, твои полностью, все занятия, полностью курс, чтобы где-то хотя бы в Европе зафиксировали, чтобы диплом это выдавал, чтобы они хотя бы были, не просто, училище, пошел заплатил денег, как обычно училище, там поставил, книжку вернул, а чтобы это было на самом деле, да, есть такие сейчас в планах, но пока уже есть, разговоры идут, и может быть, в ближайшее время скоро будет, чтобы это было такое, дух школы классный был, поэтому, да, есть такой момент, к этому идем, естественно, без этого никак. Я просто считаю, я дополню, что на самом деле, вот там вот хотят вопрос задать, на самом деле, я считаю, что если мы хотим, мое, опять же, субъективное мнение, это должно быть в несколько этапов, это должно быть, ну, если мы глобально хотим изменить, потому что я думаю, что как только нам дадут европаспорта, у нас вообще персонала не будет, никакого, то есть у нас останутся, как я вот отдыхал в Грузии, там на кухне работают женщины, там за 45, я не видел там вообще поваров, я видел в двух ресторанах молодых поваров, я спросил от тем, я говорю, слушай, ну мужчина не может работать на кухне, а второе, мне было смешно, потому что я спросил, слушайте, у вас отпуск есть, он говорит, нет, мы, говорит, год работаем, потом увольняемся, месяц отдыхаем, и потом идем на новую работу, а вас обучают, он говорит, зачем, там же точно такое же мнение, вот у нас скоро будет то же самое, потому что, поэтому я считаю, что это комплексно, это образование, чтобы ребята не уезжали, второе, то есть это мы все, рестораторы, мы должны прийти к тому, что людям должно быть интересно, в меню должно быть что-то от шефа творческое, они должны реализовываться, в-третьих, это уменьшение меню, потому что мы все страдаем с персоналом, рестораны с 70 позиций меню, требуют много поваров на кухне, а их нет, естественно все, то есть мы должны, Игорь должен собрать большой, всеукраинский, этот, мы должны подписать меморандум о том, что в следующем году мы все приведем меню к 50 позициям, тогда хоть какие-то руки особо летят, а через год приведем меню к 30 позициям, и люди привыкли, поверьте мне, то есть так сделала Москва, 6 лет тому назад, они подписали, сейчас в Москве меню 20 позиций, больше не встречаешь, иначе, честно сказать, когда мы встретимся там, в будущем, у нас будут большие проблемы, вот так, там вопрос, вот так вот, дискуссия. Алло, здравствуйте, Алло, практический вопрос, сейчас такая тенденция набрала вам на Украине, в частности в Киеве, подачи на цветной посуде, но недавно я прочитала, что сейчас, когда выдача повара, возвращается к тому, что должна быть белая все-таки посуда, чтобы акцент был свойством внимания на еде, на немой посуде. Ваше мнение, есть ли это интересное внимание? Это очень такой, очень тяжелый вопрос, если говорить о полностью, то должно все полностью сливаться вместе с дизайнером, то есть это должны решать полностью шеф-повар, дизайнер должен решать, это должны решать люди, которые полностью на все соответствовали, сейчас дизайн такой, мы поставили цветную, посуду сделали, решили потом другую посуду, либо вообще там где-то доски убили, но это все настолько сложно, все зависит многое от концепта, то есть мы, самое главное повар, правильно нужно понять, какой концепт открываем, в какой концепт мы идем, то есть он должен быть в новом сове, не так как модно допустим, все, модно, настилают, все отлично, все настилаете, едут, отлично, не пьется, классно, круто, только все говорят, да, классно, ну, конечно, чек предоставляется, понимает, что это дорого, и у нас говорят рестораторы, дежат. Глинину, отлично, глинину, наколы, давай наколами здесь сделаем, чтобы они с наколами вроде модно, То есть, на самом деле, нет такого, что белое, там, ну это понятно, да, потому что от досок уходят уже все, да, это уже давно пора, там нужно было, потому что доски это все прошло, там, сланцы, все они давно уже так все прошли, неинтересны. Ну, там яркая простоя зависимость от заведения, какое мы заведение, если там может быть какой-то узбекский, но это будет яркое как раз в тему, оно нормально зайдет. Ну, как факт, да, они там говорят, я не знаю, может быть, Италия там какая-то, тротария там, ну опять, я не знаю, но в зависимости от того, какой-то будет дизайн, это должен быть какой-то ход. Не просто купили посуды разные, которые не входят вообще в концерт. Поэтому я лично за посудой заморачивался и ехал в Стамбул. Я искался в посту в Стамбуле. Вместе ездил с Тарасом, вместе ездил с Миленко, с Денисом. Мы ездили, искали посуду, потому что когда-то я там увидел тарелку именно чугунную, мы ездили, смотрели, мы их купили, эти тарелки, они классно понравились, влились в наш концерт. Поэтому тут заморачивается вся, любая даже вилка, это очень заморочная. То есть везде должна быть ресторан уже с маленьких нюансов состоит. Это главное должен понимать шеф-повар. Если шеф-повар этого не понимает, а вот ему нравится белое, потому что он на белое привык работать. Сауса яркие там и все остальное. Ну это от подачи даже зависит, от вкуса зависит полностью концепт. Ну мне нравится, ну нравится мне итальянская еда, но не говорит, что буду пасту, ризотто вмолодить. А мне надо делать что-то другое. То есть то, что подходит под концерт заведения. Не обязательно, я открылся, вот такой я, я это хочу. Все. Нет. То есть все должно соответствовать, все должно быть правильно, понятно и должно идти в тематике в одной. Чтобы это гость понял, ощутил, зашел, встретил официант, провел, посадил, попробовал, посуда, подача. А вот он должен ощутить полностью концепт, где он находится. Я отвечу на это, ну, со своей стороны, на самом деле это зависит действительно, а, от концепта, б, от шерпова. Я, например, управляющий ресторан Одессы умоляю, купи мне в белых круглых тарелок. Мне это хочется, а никак мы не дойдем к этому. Она говорит, да-да-да, изобрет. На самом деле я вам расскажу такую маленькую историю, для меня лично, чего бы, вот, знаете как, вот, самое-самое то. Я когда-то смотрел, есть такой ресторан Алинеа, там, Шеф Арзек, как они придумывают блюда. У них есть там маленький видеоролик, как они придумывают. Они берут ингредиенты, рассказывают на обычный кухонный стол, ну, вот арминиевый, да, ну, нержавейкий. Выкладывают продукты, ищут сочетания, какие-то вкусы. Потом готовят блюдо, и на этом же столе его подают. А потом только рисуют под него тарелку. То есть у них есть там декоратор. На самом деле сейчас в Украине в этом классно, потому что есть много ребят, которые делают классную посуду. Поэтому если вашим повар, там, хочет какую-то тарелку, она будет цветная или белая, но он видит это блюдо так, и вы действительно видите в этом реализацию и какое-то рыночное преимущество, то я считаю, что это очень круто. Спасибо, да. Еще вопросы? Я за всеми служу. Я тоже не вопрос, а то, что вы сказали, Юрий, вы были участником, даже спикером первого международного конгресса шеф-поваров, и на втором вопросе вы использовали. Это как раз та идея, которую вы сказали. Мы в Украине, мы делаем, да, такие конгрессы шеф-поваров, приглашаются всех стран, где делятся своими наработками. А почему бы у нас в Украине, там, вы сказали, обратились к Игоре Сурков-Лену. Я езжу сюда на арестопрактике, я сама владельца ресторана, и шеф-повара из маленького города. И всегда езжу, хочется что-то понимать здесь в столице, что-то такое, которое можно было бы внедрить у себя. И нет уж какой-то опыт, но мне в жизни не пришлось учиться в Италии или еще где-то. И я, когда была на этих конгрессах, думала, я бы по ней в месяц бесплатно работала, чтобы постичь какие-то навыки шеф-поваров. И действительно, я хочу обратиться к ведущим таких мероприятий, о том, что нам в Украине этого не хватает. Не обязательно примеры тех шеф-поваров, которые приезжают к нам, показывают, как нам все ингредиенты, там, варят касты и все прочее, а именно нашего локального продукта. Потому что я опять говорю о том, что готова работать у вас бесплатно месяц, для того, чтобы что-то новое просто для себя увидеть и постичь, как хозяйство и старом. Не, на самом деле, ну, я могу сказать, с Одессой сейчас в этом отношении сложно, а по каркасу, ну, честно могу сказать, полно любого шефа у меня перестажировалось по две недели, и мне было приятно приехать на их конгрессу. Я ездил, как был в Одессе, но я не попал. Мне было очень приятно, что много ребят подошли, говорят, там, и пригласили меня, у них будет час-пять, что, там, рассказать вообще, как шеф-повар там сталкивается уже как ресторатор, с какими проблемами, куда двигаться и так далее и тому подобное. Ну, здесь есть ответ на ваш вопрос двойной, потому что, с одной стороны, для кого-то это рыночное преимущество, и он хоть не готов это показывать, а с другой стороны, как бы, ну, да, надо, ну, для этого, на самом деле, нужно, знаете, вот, на самом деле, чем становишься старше, чем становится, у нас вроде бы есть такое государство, Украина, мы так все объединились, но как и у государства у нас нет стратегии развития, так и в ресторанном бизнесе у нас нет консолидации и стратегии развития. Вот ребята что-то пытаются делать там, фонтейдеры, рестопрактики, шеф-кэмпы, это все, конечно же, помогает, но на самом деле, мне кажется, что это должно быть более глобально, и все должны, должен быть основа, которая поведет, и за ней пойдут все остальные. А второе, локально, ну, опять же, то есть, вот, локально у них это все, что в районе 150 километров, у нас не может быть локально, я объясню, есть Лена Жаботинская, мы очень дружим, это ребята с Ивана Франковска, там, я напросился на следующую весну с ними пойти в лес и собирать травы, потому что у них есть травы, но я не могу пойти собирать в лес травы, потому что, извините, у Чернобыльской зоны. Ну, как бы я не хотел, да, как бы я не помыл, это все равно Чернобыльской зоны. Тут, понимаете, нужно еще понимание вот тут глубоко где-то, каких вещей можно, какие вещей нельзя. Но, с другой стороны, если честно, там, я не очень люблю форель, но вот я там целый месяц перед отпуском проэкспериментировал с форелью, сделал блюдо, и я горжусь им, потому что это, ну, знаете, идеально. На самом деле, есть много у нас продуктов, о которых мы знаем, не знаем. Просто это все должно быть вместе и концевидером. И тогда мы будем, пусть маленькие шиги, но делать все-таки вперед. Я хотел бы добавить, да, по поводу того, что, ну, часто общались, да, регистраторы ревизитов на шеф-кэмпе поваров, три дня шеф-кэмпе, кто-нибудь приехал, они от него ждали, что-то увидели. То есть здесь нет такого, что он приехал на три дня, естественно, он не приедет профессионалом назад, но он должен приехать и заразиться этими идеями, он должен пообщаться с поварами, договориться. То есть он должен увидеть, о чем думают. И там именно вот шеф-кэмп заставляет именно логически думать людей о концерте, что помимо кухни еще есть концерт, и что это не просто, когда он говорит, я могу приготовить по-назиатскую еду, значит, зачем она сюда нужна, потому что, как раз, по-рабатываю, у меня есть пару рублей интересов. То есть это должно в них вот это вот убить. Да, как фонтейнеры, они тоже, кстати, пришли, стоят мечтейновские звезды, рассказывают, как готовить, они поднимают руку, спрашивают, а сколько соли вы там сказали, а перец, сколько... То есть, опять же, они в шоке, потому что он приехал показать техники приготовления. У нас все равно смотрят рецепты, у нас записывают рецепты. То есть мы еще пока на разных языках разговариваем, мы еще не готовы к тому, чтобы к нам приезжали классные шефы и рассказывали, потому что сидят единицы, да, и смотрят на это. Я, допустим, ну, честно говорю, у нас очень сильно нужно развиваться. Для того, чтобы локальные продукты развивать, это вообще очень отдельная история, и я буду завтра по этой теме рассказывать, это по поводу лока. Я считаю, что локальные продукты – это полностью Украина пока, на данный момент. А ну, вы знаете, как пока ты не одел сапоги, не пошел в лес так напрямую именно прокосить поле, ничего не найдете. То есть не найдете вы ни в интернете, фермеры не светятся, увы, увы, фермеры не светятся. Потому что фермеров наших душат, наше правительство, да, для того, чтобы европейское торговать. То есть нам Европа дает бабки для того, чтобы мы душили своих фермеров. Вот я вам так скажу. А их не впускают на европейский рынок, хотя качество у нас намного лучше. Это я вам честно говорю. И они втихаря это делают. И вообще там в Закарпатье там вообще жесть полная. Там у них ни границ, ничего нет. Там 91-й год. Гаишники бегают с палочкой. Зато там классное мясо, классная пшеница, клава. Вообще-то все круто. Но опять, и совсем другие продукты. Поэтому, я говорю, завтра я вам эту тему красно-локальную буду рассказывать. Я вам расскажу, что очень много классных продуктов, очень много, очень интересных. Но на самом деле мы еще не готовы к этому. Мы не готовы и не готовы наши повара. У нас лосось будет продаваться намного больше, если мы поставим, грубо говоря, фараель, либо карпа. Само название лосось будет продаваться. Либо тунец. Все, мы не можем. И рестораторы требуют касса, 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 касса. И мы начинаем ставить опять же те продукты, опять же тот лосось. Хотя он там приготовлен непонятно как, да? А самое главное выкормлен непонятно. И выкормлен это вообще ужасно. А в Китае в ямах выращивают, там, где свиная ферма, там же и лосося выкормлены. Там, где свиньи гадят, для заворажения, туда скидывают это все лосось, и лосось ест. Я просто и же говорю, то есть это должна быть консультация. Тогда будет, ну, на самом деле фермеры классно, потому что мы можем выплатить наличкой. То есть и мы должны привлекать, мы должны поддерживать. Потому что потом идет европейский товар и все. Я честно сказал, я всегда путаю Литва, Латвия. Вот там это сделали. Там нет фермеров. Там европейские деньги убили это все. Не все европейские. И они сейчас это как-то пытаются возродить, но это очень сложно. И мы идем к этому. Да. А у нас пока мы войдем в Евросоюз, мы должны поддержать. А мы должны это поддержать, потому что есть, ну, это, я же говорю, не один, не два. А когда это станет модным. Вот в Москве это сейчас модно. И к нам это придет. Но только мы должны все это поддержать. Шефы, рестораторы, меценаты и так далее. Я когда с телеканалом поехал, предложил телеканал, поехали вместе, будем снимать передачу. Классно, круто. Они говорят, супер, только мы их рекламировать не будем, не будем решать. Я говорю, да они сами не хотят. Я говорю, давайте скажем, что мы Лана Франковская. То есть они не хотят, они боятся себя светить, они боятся рассказать, что это они делают. У них-то хорошие сыры там записаны, очередь там ребят. Я там еду эти сыры, сам ищу, ищу, копаю. Копаю, приезжаю, да, мы там посылку отправлять будем. Мы говорим, приемство, ну тебе это заодно отправим. На самом деле вот рядом, можем узнать друг друга. Но все ищем, потому что мы постоянно в поисках ищем, где лучше, где качественнее, где круто. Хотя можем заехать на контрабас и взять сыры, хороший, классный, или хамон по 250. Лучше, чем наша там колбаса, я не знаю, какая там, в магазине. Вчера Вашан зашел, я увидел цену на колбасу, я вздрогнул. 200-300, я не видел всяких целей, я думал, до сих пор по 70. То есть я не хочу Вашан уже, я только на продукты хожу, за овощами наблюдаю, а к колбасам не подхожу. Я подошел, я прозавел просто. Вот, поэтому я шевел, да. Последний вопрос. Очень интересная тема, у нас будет еще много вопросов и у меня после окончания дискуссии. И завершающий вопрос. Привет, Саша, у меня вопрос к Вам. Вы как шеф-повар, у Вас достаточно большая компания на кухне. Как Вы относитесь к тому, когда Вашему су-шефу или подопечному повару возвращают гость в минуту? Это болезненно, конечно. А когда Вам возвращают? Ну это вообще, любой возврат, это естественно болезненно. То есть, ну это равносильно, я не знаю, что ребенок с дома ушел, да, грубо говоря. Ну это как может шеф-повар, либо, естественно, это все болезненно, это пытаемся разобраться, в зависимости от гостя, гость вменяем, не вменяем, да. То есть, ну я всегда выстраиваю кухню в последнее время, открываю рестораны, чтобы у меня было прозрачно. То есть, я видел гостя, и гость видел меня. То есть, для меня это прозрачность. Они видят мясо, которое я достаю, как я работаю, какие продукты у меня свежие, не свежие, он должен подходить, смотреть, кто из-за преданет. Ну, с другой стороны, я вижу еще и гостя. Для меня это самое главное. Я вижу гостя, я вижу, как гость съест. Нравится, ему не нравится. Я начинаю понимать, если ему не понравилось, значит, что-то не так. Либо он не доел, я съесть контроль, у меня идет через раздачу. Посуда выстроена так, что я вижу всю посуду, как идет посуда. Полная тарелка, подхожу, смотрю, полная тарелка, не полная тарелка. Почему она допустим? То есть, это все болезненно, да. У меня посудомощница, которая стоит, я знаю все наизусть. Я когда еду, она мне рассказывает, сколько пришло тарелок пустых, какой салат не доели, или еще что-то. Мне посудомощница, все доплаты. Для меня это важный человек на кухне. На любой кухне, куда я не приду, это посудомощница. Потому что я знаю, что приходит, что доедает, что не доедает. То есть, я вижу все эти моменты, да, люди. Когда полностью тарелки вырезаны, она говорит, все, сегодня было вообще, все пустые. Все, то есть, для меня это хорошая новость. И не надо ходить перед тарелками, у меня есть все, которые их моют. То есть, опять же, так же, как и в зале, да, если тарелку вернули, разбираемся, естественно, он за нее не платит. Понравилось ему, не понравилось. Даже если все написано с меню одинаково, да, естественно, он за нее не платит. Ну, это понятно. Если полную тарелку назад вернули, ну, я не знаю. При мне таких, допустим, случаев не было, чтобы что-то, может, с мясом, в прожарку не попали. Бывает такое, ну, пережарили, да, ну, где-то стейк, может, дошел, может, где-то, я не знаю, там, парень на хоспере, ну, честный фактор. Все может быть. Это, ну, это ресторан, люди работают. Ты наказываешь штрафов? Нет, конечно. Я вообще не наказываю, у меня нет ни штрафов, я не наказываю ни деньгами, я не бью по печени, то есть, да, ну, если человек реально... С Юлей не скажешь, Саша, конечно. Нет, но, на самом деле, если человек отдал блюдо, и оно некачественное, и он потом говорит, да, оно некачественное, там, паштет, ну, грубо говоря, мне тут слушать, там, девушка на холодном цеху выдала паштет, а он не соленый. Вообще не соленый. Она говорит, я сверху его присалю, то есть, смотрите, паштет сделать не соленый, забыть положить все. То есть, нет, чего его списать. Она говорит, ну, его продавать надо. То есть, ну, я с ней попрощался. То есть если человек с таким подходом, она видит, что нужно продать, ну я все, для меня эта тема закрыта. Хотя ее не накажут, она не заберет этот паштет домой. Ее можно переделать этот паштет, ну ничего страшного, ну что теперь. Я не наказываю, если там паштет печень какой-то ушла или еще что-то, то пойдите купите печень переделать за свои деньги, ну если там объем какой-то большой уже испортили. Но тут надо правильно, лояльно подходить к персоналу, чтобы они не боялись мне говорить, что что-то испорчено, что что-то не так, что надо что-то списать. Иначе люди потом боятся, они пытаются эти продукты пропустить. Лишь бы как, да, я видел, мы не раз как-то перекрестились там, на, все это, пошло. То есть это, я видел таких людей, когда приходишь в ресторан, идешь, ну вот так работают. Поэтому бывает часто, приходишь, картинка, зал заходишь, шикарен, все классно, вилки там, все дорого, очень дорого. А заходишь на кухню, там все убитое, полностью оборудованное. Поэтому, естественно, такие же повара. Спасибо. А вы не расстроили, что ваши черные колесы все поцарапают? Ничего страшного, концепт такой. У нас же все после пожара. Можно я это помню? На самом деле, не ошибается тот, кто ничего не делает, это касательно повара. Во-вторых, подумайте о том, что повар живет в день сурка. Ленивный повар. То есть он вчера вам выдал в зал, например, пришел 100 гостей, он 100 блюд отдал, все были вкусно, все счастливы, все передавали привет шеф-повару-повару. А завтра у него начинается день с нуля. С нуля заготовки. Представляете, каждый день жить в высшей концентрации. Это даже просто психологически тяжело. Просто никто на самом деле такой маленький, речный, не задумывается, что у тебя каждый день с нуля. Каждый день ты должен быть на 100%. И вот бывает, конечно, такой день, он 99, и все, и мы там начинаем рубать шашки. Ну, задумывается. Спасибо огромное Юре и Саше за следующим.